Ну как же метатель не метнет? Давайте ихнюю стрелу метнем не из арбалета, а из руки. Хлобуси готовы. Вот так вот, ребятки. Всем привет, и как вы поняли, у нас на канале сегодня необычный гость. Этот человек может метнуть все, что угодно. И, кстати говоря, я поглядываю за его каналом еще с тех пор, когда меня еще даже не было на канале Бирхантера. У него очень интересный канал, можете перейти, подписаться и посмотреть, что он там метает. А метает он все. Всем привет, вы на канале Метатель. Ой, на канале Бирхантер. Короче, попросили меня видео для них снять. Ну, необычное видео, я смастерил мишеньку для арбалетов. Сейчас подробно все объясню. Короче, давайте начнем с того, что сам я поменял тетиву кастомную на Мамби Агрегатор. Ничего сложного не было. На канал Бирхантер зашел, посмотрел инструкцию, поменял. Ничего сложного. Спасибо. Ну, давайте, про мишеньку поговорим. А почему мишеньку самодельно я сделал, сейчас попозже объясню. Начнем с Мамбо Агрегатор. Заряжаем передохранитель хлопс и стреляем. Ну, тут как бы соревнование будет, какой мощнее арбалет. Ну, у Бирхантера уже были эти видео, но давайте стрелем для начала. Единственная проблема... Короче говоря, клемматорник на солнце не вижу, очки не одел, батарейка там села. Ну, давайте, Мамбо в сторону отложим пока. И возьмем... Опа-на! И возьмем Дум Мини Агрегатор. Он у меня без приклада. И родная тетива. Но если кастомную поставить, силу натяжения увеличится. Она все-таки новенькая тетива. Здесь я уже пострелял маленько. Потому что... Ну, давайте сначала стрельнем. Так, где там клемматорник? А, вон туда. Мы эту стрелу туда засадили, а эту засадим вот сюда вот. Проблема с мишенями у Дума действительно есть. Потому что Дум это прям супер мощный арбалет. Он либо втыкается аж до самых перьев и портит стрелу. Либо втыкается так сильно, что хрен достанешь из мишени. Что же касается тетив, то я бы не торопился их менять на Думе Агрегаторе. Потому что, во-первых, тетивы так сильно не растягиваются, чтобы это хоть как-то повлияло на мощность. Ну, об этом чуть-чуть попозже. Но даже и в этом случае тетивы будет достаточно просто чуть-чуть скрутить и поставить на место. Пойдемте посмотрим. Самое главное, чтобы солнце не забликовало. Так, ну что ж, видите? Дум, хоть и со старой тетивой, гораздо глубже зашел. Или одинаково они зашли. Хотя на моем канале в ютубе, в шортсе, от Дум-мини Агрегатора стрела вообще утопилась. Вот в эту обычную мишень. Поэтому я смастерил вот эту вот. Ну, короче говоря, надо тетиву менять, та уже ослабла маленько. Прям насквозь пробивала вот эту вот всю мишень. Прям стрела там утопала. Давайте камеру поставлю. Тут дело не в тетиве. Метатель сейчас вам сам все расскажет. Дум-мини действительно мощнее Мамбы. А Дум-мини Агрегатор еще мощнее, чем обычный Дум-мини. Короче говоря, верхняя стрела была от Мамбы. Она в фанеру больно-то ударилась и все. А Дум-мини Агрегатор... Блин, от солнца спрячутся за дно. Пускай темно будет. А Дум прям в фанеру хорошо зашел. Так, ну, смотрите. Изолон, по-моему, материал. Я взял два листа. От солнца спрячусь. И плюс взял Лерой Мерлен коврик. Наполам его разрезал. И две штуки сзади сделал. Но мне кажется, здесь надо какой-то сотый купить. Пространство воздушное сделать. Либо еще два коврика. Три. Два коврика взять, чтобы четыре слоя было. И прям намертво к фанере перемотать. И будет прям держать нормально. Потому что... Ай, блин. На стрелу наткнуться. От Мамбы, грубо говоря, в мишени все держатся. Но новость от вас есть. Не знаю, как это сказать. Спойлер или что. Короче, UberHunter вроде заказал нормальную мишень. Которую все арбалеты будут держать. Мамба-то пофигу. Она во все мишени нормально стреляет. Вон, видите, кубик висит. Мамба нормально туда заходит. А вот Дум-мини Агрегатор. Пока он новый был. Блин. Хоть и спортивная стрела. Но пальчик-то поранил. Ободрался. Короче говоря, насквозь прошивало. И у меня на канале еще было. Там мишенька такая. По-моему, с крюнделем в виде мишени. Ну, знаете, мне что нравится? То, что обратные плечи, Дум-мини Агрегатор, как пистолет удобно держать. То есть, весь... Вся тяжесть уходит на рукоятку. В отличие, если плечи с той стороны были, все равно вниз клюет. Нафига себе стрела поранился. А здесь прямо из пистолета удобно стрелять. Грубо говоря, в Дум-мини Агрегатор приклад особо-то не нужен. Ну, как-то вот так вот. В принципе, вы можете сами мишень сделать. Взять эти коврики, толстые, паровезиновые, в любом строительном магазине, в несколько слоев сделать. И можно туда дубасить. Но проблема в том, что стрелу потом вытаскивать неудобно. Потому что изначально я один из ковриков вот сюда запихнул. Ну, прострелил нормально. А когда стал вытаскивать, этот материал нормально. Это все-таки паровезиновый коврик. И стрелу оттуда плохо было вытаскивать. Она должна прям вылетать нормально. Ну, с этой стрелой. Поэтому я решил коврики сзади оставить. И здесь надо прям приклеить фанеру. Чтоб когда сквозь стрела мишень проходила, чпукнулась оттуда и обратно, грубо говоря, маленько отлетела. Ну, сюда еще два коврика поставить, чтобы амортизация была. Здесь мягко, а там чтобы сзади жесткое было. Блин, эту стрелу не знаю вытащить. Не знаю, нет. Ой. Потому что вот и Дум-мини Агрегатор надо свою мишень, чтобы стрелять. Иначе это не стрельба будет, а растрата стрел, грубо говоря. Здесь надо все-таки типа сот купить, вставить между ним, чтобы было воздушное пространство. Чтоб при проходе стрела, хлобысь, воздух, хлобысь, изолон, и там уже резиновый задок и плюс фанера. И будет мишень, я думаю, нормально. Но я думаю, в ближайшее время у Берхантера появится нормальная мишень, которая будет держать и Дум-мини Агрегатор, и гораздо помощнее арбалета. Увы, но не все так просто. Если материал однородный, как изолон, и легко протыкается, то он останавливает стрелу, просто сжимая ее в себе. Поэтому стрелы должны быть либо длинными, либо толстыми. Ну а чтобы вытащить эти стрелы, нужно потратить очень много сил. А про то, чтобы фанерку ставить за щитом, ну, это не очень хорошая идея. Для этих арбалетов нужны щиты, которые устроены немного иначе. Я сам жду с нетерпением появления этих щитов. У меня в обзоре уже как-то мелькал подобный щит. Это было сравнение Мамбы Фаталити и Дума Армагеддона. Там как раз я стрелял по щиту, который идеально подходит для арбалетов от Берхантера. Но смотрите еще что. Здесь маленькая тоненькая стрела в агрегаторах. Что в Мамбе, что в Думе. Если сейчас засандалить обычной стрелой, которая в два раза толще, у нее проникающая способность будет гораздо меньше. Она толстая. И за счет то, что у нее площадь вхождения гораздо больше, она не так глубоко зайдет. Поэтому мне нравятся вот такие маленькие стрелы. У них проникающая способность гораздо выше. заходит. Как-то вот так вот. Тут я подписываюсь под каждым словом. И у меня на канале пишут. Это болт, а не стрела. Арбалет болтами стреляет. Ну, можно запикать, конечно. Дебилы. В средние века, когда действительно там болт, а не стрела была вот такая здоровая, толстая, тогда были болты, и из арбалета стреляли. А в современных арбалетах стрела, ребята, ну какой это болт? Ну, только идет, назовет это болтом. Это обычная нормальная стрела арбалетная. Ну, как-то вот так вот. Боль знакомая, но на этом канале мы все это уже прошли. Я думаю, тут не будет комментаторов, которые будут писать, что в арбалетах используются болты. Но если вдруг вы не согласны, то пишите в комментариях. Или даже лучше, напишите, чем отличается болт от стрелы. Ребятки. Так, пишем комментарии. Как вам мое появление на канале Берхантера? Ролик полезный был или нет? Вот такую мишеньку я соорудил. И пишите в комментарии, в дальнейшем еще для Берхантера снять какое-нибудь видео с ихними арбалетами. Ну, конечно, с метанием. Слушайте, секунду, сейчас стрелу принесу и метнул все-таки. Я же метатель. Ё-моё. Наконец-то. Я думал, уже и не метнет. Ну, как же метатель и не метнет? Давайте ихнюю стрелу метнем не из арбалета, а из руки. Хлобуси готовы. Вот так вот, ребятки. И до меня только сейчас дошло. Почему почти одинаково они и стрелы в мишень-то зашли? Дум, меня агрегатор, он пробил, да еще в фанеру залез. Если бы там не было фанеры, он бы вообще там по самой перьи залез. Ну, как-то вот так вот. Ну, в принципе, я думаю, для развлечения по банкам стрелять и все остальное, это Мамбо мини-агрегатор. Мамбо-агрегатор. А вот для серьезных целей я считаю, что Дум мини-агрегатор прям идеально подходит под эти нужды. Для охоты, например. Ну, я так думаю, как грамотно сказать? В лес пойти, дично стрелять, хрюкающую всякую. Самое то, я думаю. Его еще обвесами всякими сделать, апгрейдить, и будет вообще прям супер вещиться. Так, пишем комментарий, как я уже до этого сказал. Для Бирхантера снять еще какое-нибудь видео с чем-нибудь, с каким-нибудь обзором. Или нет? Всем пока. До новых встреч. А Бирхантер продолжает дальше этот ролик. Ну, а что тут продолжать? Ждите. Скоро будет новая мишенька по типу той, в которую я уже стрелял, но только она будет гораздо дешевле, чуть-чуть полегче. В общем-то, будет новая версия. Я обязательно его потестирую, сниму ролик, поэтому подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на канал Метателя, да и в целом напишите, что вы думаете про этого дядьку. Вроде харизматичный, может быть, стоит почаще звать его к нам на канал. Ну и посмотрите вот этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok